Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о Генрихе Мхитаяне, возможно, самом талантливом футболисте с постсоветского пространства за последние годы. Сейчас этот игрок выступает за Рому и, стоит отдать ему должное, в Италии он переживает настоящий ренессанс, настоящее возрождение. Последнее время он стал настоящим лидером коллектива и хотелось бы отметить, что набирает в минувших пяти матчах больше одного очка по системе Гол Плюс Пас в среднем за встречу. И это, конечно, гроссмистерский показатель и сейчас все больше сообщений о том, что Рома выкупит Мхитаяна. Тем более, что там сумма копеечная, 12 миллионов, но за такого суперталантливого игрока это смешные деньги. Поэтому сейчас, в кое-то веке, у Мхитаяна появился действительно свет в конце тоннеля. Появилась надежда на полноценное возрождение большой карьеры. После неудачного эпизода в Англии, когда он так и не смог окончательно утвердиться ни в Манчестере, ни в Арсенале, он нашел себе новое пристанище, новый клуб. И давайте разберемся, за счет чего ему удалось заиграть в Роме, что именно здесь сложилось удачно для него и, главное, каковы дальнейшие перспективы Генриха в новом коллективе. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, давайте начнем с того момента, который сейчас упоминают многие. Это то, что серия А по своей стилистике, по своему темпу и по своему образу куда лучше подходит Генриху, нежели английской премьер-лига. При этом хотелось бы напомнить, что и в Британии у него были очень неплохие отрезки и очень неплохие моменты. Значит, в принципе, при должном везении и при удачном стечении обстоятельств Генрих мог бы заиграть и в английской премьер-лиге. Но согласитесь, это не отрицает того, что британский футбол все равно остается весьма специфичным. Там много атлетизма, там много беготни, там много сумасшедших скоростных проходов. Там вообще очень высокий темп по этому Генриху. На мой взгляд, серия А сейчас куда ближе. Тем более, что он уже не молод, у него было много травм, что не может не сказаться на его выносливости, на его скорости, резкости и так далее. В нынешний АПЛ он бы был неуместен. А вот в Италии, где есть время подумать, поразмышлять, прикинуть, куда направить комбинацию и так далее, вот здесь, конечно, вариантов раскрыться. У него куда больше. Итальянская лига куда больше посажена на тактику, на технику и на какой-то интеллектуальный высокий уровень. Поэтому здесь такому умному футболисту, как Мехитаян, конечно, уютнее. Среди прочего, хотелось бы отметить, что Италия сама по себе как-то лучше, наверное, подходит для армянских футболистов, чем холодная, дождливая Англия. Здесь сразу можно вспомнить замечательную цитату из фильма «Большой куш». Лондон – это тот самый Лондон, где дожди, отвратительная еда и Мэри, что пьет Ак Поппинс? Да, тот самый Лондон, где он выступал за Арсенал. Ну а теперь в солнечном Риме. Сам Бог велел показать классный футбол. Ну и хотелось бы отметить, что важным нюансом стало появление нужного наставника. Как ни крути, а после недавних интервью стало понятно, что многие проблемы в Англии были связаны с не самыми лучшими отношениями с наставниками. В частности, конфликт с Моринью, другие неувязки. А вот тут появился Фонсека. Человек, который, кстати, в свое время в Шахтере на несколько сезонов разминулся с Генрихом. О чем, наверное, сейчас уже жалеет, потому что это как раз тот футболист, который нужен португальскому наставнику, чтобы строить его игру. А для Мхитаряна это как раз подходящий тренер. Вообще, хотелось бы отметить любопытный нюанс. Фонсека до работы в Роме выступал, точнее тренировал Шахтер, донецкий клуб, с русскоязычной, скажем так, средой. Поэтому он более-менее привычен к людям с постсоветского пространства. И поэтому ему, наверное, попроще общаться с тем же самым Мхитаряном. Но и у Генриха есть любопытный нюанс в его карьере. Я думаю, многие знают, в свое время он выступал за футбольный клуб Сан-Паулу. За молодежную команду он там 4 месяца стажировался. Поэтому он тоже побывал в португалоязычной среде. Поэтому вот такая вот любопытная ситуация. И в принципе, Фонсека и Мхитарян, они, получается, немножко могут породниться в плане культуры. Потому что прекрасно друг друга в этом смысле понимают. Ну и стилистически, мне кажется, Фонсека это человек, который может раскрыть Мхитаряна. И который великолепно способен ввести его в свою систему игры. И мы сейчас видим немалые успехи Генриха под руководством этого наставника. Поэтому найти своего тренера, это, конечно, была важнейшая задача для Мхитаряна. И он, наконец-то, эту задачу решил. Еще один важный нюанс. Это то, что Генриху все-таки немножко повезло. Как ни крути, а он сейчас попал в Рому именно в тот момент, когда у нее серьезные проблемы с составом. И когда конкуренции практически нет. Постоя травмирован. Постоянно куда-то выпадает. Заньола, лидер команды, суперзвезда, порвал Кристри. Увы, и ах. Перотти, ну вроде как, отошел от своих травм с начала сезона. Но все равно то живот у него заболит, то еще что-то. Постоянно куда-то пропадает. Плюс к этому хотелось бы отметить, что тот же самый Юндер, турецкий легионер, он в последнее время как-то сдал. Если брать Переса, взятого из Барселоны, ему еще нужно утверждаться и адаптироваться в новой команде. Поэтому здесь Мхитарян попал в очень удачную ситуацию, когда он имеет практически гарантированное место в составе. То, чего не было, например, в том же самом английском периоде карьеры. И что характерно, Генрих, к сожалению, по-прежнему очень часто травмируется. В этом году он дважды получал тяжелейшие повреждения. Но в условиях тяжелейшего кризиса Ромы, когда команде не хватает просто исполнителей, не хватает игроков, он получает шанс появиться в стартовом составе, ну вот прям сразу после травмы. То есть в начале февраля он только-только восстановился, и вот он сразу попадает в основу. Из шести матчей, которые состоялись с тех пор у римского клуба, пять он начал в стартовом составе и отыграл полностью. То есть здесь мы видим, что ему всегда дают новый шанс. После травмы ему всегда дают возможность выйти в стартовом составе. И отчасти это, конечно, связано с тем, что у Ромы особо и выбора нет. С другой стороны, это, конечно, доверие фон Секе, который Мхитарян чувствует. И, разумеется, в таких условиях он может показывать классный футбол. Потому что в Манчестере, в Арсенале стоило получить травму, стоило выпасть из формы и все. Тебе могут не дать нового шанса. А в Роме, пожалуйста, ты наша новая звезда. И, что характерно, фон Сека, учитывая вот нынешнее состояние Генриха, его травмы, его возраст, он дает ему очень интересную роль. Опять же к вопросу о том, как доверяет этот наставник армянскому хавбеку. Обратите внимание, он почти полностью освободил Генриха от защитной работы. В среднем в этом сезоне он оформляет 0,9 отбора и пол перехвата за встречу. Это худшие показатели по обороне за всю карьеру Мхитаряна. Только вдумайтесь. Но это, конечно, с одной стороны минус. С другой стороны, это позволяет ему играть в атаку. Это позволяет ему быть лучшим, возможно, атакующим футболистом Ромы на данном этапе сезона. В последних пяти матчах, когда он появлялся с первых минут, он отметился тремя мячами и тремя голевыми передачами. Как я уже отмечал, больше одного очка по системе Гол Плюс Пасс за игру. При этом он показывает лучшую статистику по количеству успешных обводок в среднем за матч со временем немецкой части карьеры. То есть он превзошел все свои английские показатели. Он великолепно обостряет передачами. Он чувствует свой ритм. И это все благодаря тому доверию, который есть со стороны Фансеки. Ну а учитывая то, что Зань Йола выпал надолго, Йондер не собирается приходить в себя, по-прежнему он в каком-то кризисе. Я думаю, здесь у Мхитаряна дальше будут очень хорошие перспективы. А учитывая то, что сумма выкупа у Арсенала составляет всего 12 миллионов, это копеечные деньги, я думаю, здесь, скорее всего, Генрих нашел свою команду всерьез надолго. Хотя, учитывая то, что в России будет новый лимит, потребуются футболисты вне лимитные, и учитывая то, что армянские граждане в ближайшее время перестанут быть легионерами в российском футболе, или уже перестали, я думаю, Генрих в ближайшие годы может запросто стать целью того же самого Зенита или другого коллектива. Поживем, увидим. В любом случае, там уже были какие-то намеки и шутки касательно того, что, в принципе, он не против поиграть в России. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Он уже выступал в Италии, получается, в Англии, в Германии, в Украине, в Бразилии, даже в Армении. Почему бы не попытать свое счастье еще и в российской премьер-лиге? Но через пару сезонов давайте сперва немножко покайфуем от его игры в Роме, в большом европейском клубе. Ну а что думаете вы касательно всего этого? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам, ссылка здесь в описании. Всем удачи, всем пока.